Виды снов. Не написала я, не писала. По-моему, есть такой виды снов. Астральные приходы. Астральные приходы это когда? Это не сны. Как их можно определить? Астральные приходы. Вот вам что-то снится, например, снится, что приходит, например, отец к вам. Может ложиться рядом с вами. Или родной человек какой-то, муж может быть приходить, который умер, и ложиться рядом с вами. И вы вроде как нормально его воспринимаете. И когда вы просыпаетесь, вы чувствуете этот человек, что он мог вас обнимать. Вот ощущение такое, что вас обнимало. Вы можете сразу открывать глаза. Ощущение, что вас где-то притрагивались к вам. Что-то, он говорит, пододвигали или еще что-нибудь. Это астральные приходы. Сон такой не толкуется. Иногда бывает видение, астральное видение. Вот хочется сделать астральное не только приходы, но и видение. Некоторые вот пишут, что приходят как бы ангелы. Поэтому где-то я читала какой-то, по-моему, книги были о беседе с ангелами. Меня тогда очень сильно поразило, что женщина писала, что она общается с Иисусом Христом. И он иногда ее матом посылает. Когда она что-то недопонимает, он ей давал много интересной информации и все остальное. Но я писала, он может ругаться, он может матом посылать, может быть, или еще что-нибудь. Я тогда задумалась, ну как может быть какие-то высшие такие материи и все остальное. Это в самом начале было такое. А потом я поняла, что уже по мере того, как уже пошло развитие, больше информации получило и все остальное, я поняла, что это нижний астрал. Это нижний астрал, который приходит у Майкла Ньютона. Почему-то про него я еще не почитала. Я, правда, до конца еще, я почитываю эту книгу, где-то анализирую со своей информацией. И вот немножко выпускаю ролики. Так вот, что я поняла. Почему-то про низший астрал у него пока нету этой информации. Что это такое? Нижний астрал – это когда человек прорабатывает. Он говорит так, он там идет... Ну вот низший астрал – это когда отправляют куда-то на непереработку, а на... Где-то есть у него информация такая, где отправляют, когда человек что-то очень плохо сделал, его отправляют на какие-то уроки, наказания, что-то такое. Где-то промелькнуло у него. Может быть, я что-то где-то и увижу. Но именно вот низший астрал, он может иногда приходить на физический уровень. Но что интересно, он может приобретать любые образы. Точно так же душа, как пишет Майкл Ньютон, когда мы выходим, мы видим наших близких, родных людей, которые нас встречают. Они – это светящаяся точка, это пульсация точки. Но она может приобретать разные прошлые воплощения, и мы узнаем их. То есть он образ показывает то отца, то брата, то любимого человека. Это родная душа, которая в разных воплощениях играла определенную роль, которая с вами была. И поэтому человек, который приходит, он узнает, что да, он был вот это, вот это, вот это в разных воплощениях, он был кем-то. То есть это он образ показывает свой. У него это сохраняется. Точно так же, как нижний астрал, когда он воплощается, именно вниз приходит, это астральный приход называется. По разным причинам приходят эти астралы. Кто-то он приходит для того, чтобы подпитаться энергией. Это обычно была у меня история женщины, которая, да это часто очень бывает, некоторые женщины рассказывают такие вещи. Но что интересно, что говорят с мужьями, как мне женщина сказала, вы не думайте, что я сумасшедшая, но я каждую ночь сплю сексуальной жизнью, занимаясь с мертвым мужем. Вот, да, и она не могла выйти замуж. Сейчас она вышла замуж, уже нормально, все идет путем, уже несколько лет, уже ребенок у них, по-моему, уже скоро первый класс пойдет. А тогда я помню, именно было. Вот оттуда я понял, что эвкалиптовое масло. Когда я сказала, так, бери эвкалиптовое масло, вот эти все чакрочки свои смазал, и посмотрим. И вот она говорит, вошел, и больше он постоял в дверях и ушел, больше не приходил. Так вот, это нижний астрал, который он питается энергией. Есть, когда страхом питаются. Есть, когда может просто информацию какую-то давать, но эту информацию надо всегда проверять, потому что она не всегда бывает именно четкая. Тут по-разному приходят. Но они надевают образ. Очень интересно. Вот когда приходит образ Дева Мария, Иисус Христос. Человек, который набожный, он не будет бояться этого. Да, но кто будет бояться, когда к тебе придет Иисус Христос или Дева Мария? Наоборот, скажет, вау, круто, поэтому ко мне приходит такой. И может какую-то информацию давать или еще каким-то. То же самое, как муж. Если на тебя какой-то другой астрал навалится, и все остальное начнет заниматься сексом, у тебя волосы станут дырые, и ты побежишь везде где-то от него избавляться. Но это если родной муж к тебе приходит. И ты будешь скрывать это. Конечно, это как-то необычно. Нет, но тем не менее, в любом случае, ты будешь где-то молчать. Хотя это тоже необычная, будем говорить, ситуация. И я могу сказать так. Это вот это женщины, мы проверили это. И поэтому я даю советы именно вот таким вот образом, если случается такая вот ситуация, эвкалиптовым маслом. Эвкалипт убирает астралы, убирает запах эвкалипта. Не любят они этого. Я когда-то, по-моему, где-то есть ролик у меня, попала, вообще не склонная ездить по церквям и все остальное. Но было у меня перед тем, как у меня должна была произойти вот именно вот эта вот, как я сказала, точка, которая проверяет меня, меня буквально понесло. Именно в Сергей Спасад, там было, приложилось к мощам Сергея Радонежского там есть. И я купила там очень интересный флакончик святого масла. Когда я его понюхала, ну и эвкалиптовое масло. Все. В принципе, это эвкалиптовое масло, оно убирает астралы. Но что интересно, вы можете точно такое же святое масло сделать. Начитайте любую молитву, которая убирает негатив. Масло держит информацию. И это будет вот точно такое же, как бы, будем говорить так, святое масло, которое, оно будет работать. Мало того, что эвкалипт убирает вот этот астрал. Плюс ко всему тому же, это информация, которая будет держаться, как на воде. Потому что масло тоже состоит частично из воды. Так вот, это так, экспромтом уже. Так вот, что делается вот именно здесь. Здесь как отличить, когда приходит именно проститься душа вашего родного человека. Это в астральном миге идет. Это есть, когда алмазный миг, вернее, алмазный миг идет. Когда вы просыпаетесь, и вы видите своего родного человека, который только недавно умер. Вы можете с ним поговорить. А потом, когда вы начинаете вспоминать, что да, он же умер. И он раз, и растворяется. Это алмазный миг, когда вы можете в это время видеть. Очень часто люди это видят, когда засыпают или когда просыпаются. Это не астрал. Это действительно приходит именно душа человека, который умер. Но, как правило, это может быть на третий, девятый день, сороковой день. Может быть, не обязательно в эти дни. Перед тем, после того, как он умер, явно умер. Это действительно душа может быть. А вот астралы, они могут надеваться. Это не ваш муж, это не Иисус Христос. Это нижний астрал, который опускается сюда. Иногда это бывает, что более высшие, бывают учителя и все остальное. Они приходят в каком-то обличье. Такое тоже есть. Это как правило, это все есть. Но, тем не менее, вот эти все астралы надо все-таки смотреть. Как вы можете чувствовать, боится, не боится. И проверять информацию, которая вам дается. Информацию, да. Нижний астрал, иногда придя в виде какого-то позитивного образа, он может дать какую-то хорошую, полезную информацию. Бояться этого не надо. Но опять отслеживать. Почему? Потому что энергию, которую от вас могут забирать, она может нарушить ваше здоровье. Продолжение следует.